Новогодние великомученики Вдруг слышится пронзительный полицейский свист Что случилось? Дворники отрываются от своих позиций и бегут к свистку Разойдитесь, идите дальше, нечего вам здесь глядеть Мертвых людей никогда не видали, что ли? Народ! У одного из подъездов на тротуаре лежит прилично одетый человек В бобровой шубе и новых резиновых калошах Возле его, мертвецки бледного, свежевыбритого лица Валяются разбитые очки Шуба на груди распахнулась И собравшаяся толпа видит кусочек фрака И Станислава третьей степени Грудь медленно и тяжело дышит, глаза закрыты Господин, толкает городовой чиновника Господин, не велено тут лежать Ваше благородие Но господин Ни гласа, ни воздыхания Повозившись с ним минут пять И не приведя его в чувства Блюстители кладут его на извозчика И везут в приемный покой Хорошие штаны, говорит городовой Помогая фельдшеру раздеть больного Должно рублей шесть стоит Жилетка ловкая Ежели по штанам судить То из благородных В приемном покое Полежав часа полтора И выпив целую склянку валерьяны Чиновник приходит в чувства Узнают, что он титулярный советник Герасим Кузьмич Синклитеев Что у вас болит? Спрашивает его полицейский врач С Новым годом! С новым счастьем! Бормочет он, тупо глядя в потолок И тяжело дыша И вас также Но что у вас болит? Отчего вы упали? Припомните-ка, вы пили что-нибудь? Не... нет Но отчего же вам дурно сделалось? Ошалел-с Я... я визиты делал Много, стало быть, визитов сделали Не... нет Немного-с От обедни пришедший Выпил я чаю И пошел к Николаю Михалычу Тут, конечно, расписался От Теда пошел на офицерскую К Качалкину Тут тоже расписался Еще помню Тут в передней меня сквозняком продуло От Качалкина На Выборгскую сходил К Ивану Ивановичу Расписался Еще одного чиновника привезли Докладывает городовой От Ивана Ивановича Продолжает Синклитеев К купцу Хрымову Рукой подать Зашел поздравить С семейством Предлагают выпить для праздника А как не выпить? Обидишь, коли не выпьешь Ну, выпил рюмки три Колбасой закусил От Теда На Петербургскую сторону К Лиходееву Хороший человек И все пешком? Пешком-с Расписался у Лиходеева От него пошел К Пелагея Емельяновне Тут завтракать посадили И кофеем попотчивали От кофею распарился Оно должно быть В голову ее ударило От Пелагея Емельяновны Пошел к Облеухову Облеухова Василием звать Именинник Не съешь именинного пирога Обидишь Отставного военного И двух чиновников привезли Докладывает городовой Съел кусок пирога Выпил рябиновой И пошел на садовую К Изюмову У Изюмова Холодного пива выпил В горло ударило От Изюмова к Кошкину Потом к Карлу Карлычу От Теда к дяде Петру Семеновичу Племянница Настя Шоколадом попоила Потом к Ляпкину зашел Нет, вру, не к Ляпкину А к Дарье Никодимовне От нее уж к Ляпкину пошел Ну-с, и везде хорошо себя чувствовал Потом у Иванова, Курдюкова и Шиллера был У полковника Порошкова был И там себя хорошо чувствовал У купца Дунькина был Пристал ко мне, чтоб я коньяк пил И сосиску с капустой ел Выпил я рюмки три Пару сосисок съел И тоже ничего Только уж потом, когда от Рыжова выходил Чувствовал в голове Мерцание Ослабел Не знаю отчего Вы утомились Отдохните немного И мы вас домой отправим Нельзя мне домой Стонет Синклитеев Нужно еще к зятю Кузьме Вавилычу сходить К экзекутору К Наталье Егоровне У многих я еще не был И не следует ходить Нельзя Как можно с Новым годом не поздравить Нужно-с Не сходи к Наталье Егоровне Так жить не захочешь Уж вы меня отпустите, господин доктор Не невольте Синклитеев поднимается И тянется к одежде Домой езжайте, если хотите Говорит доктор Но о визитах вам думать даже нельзя Ничего-с Бог поможет Вздыхает Синклитеев Я потихонечку пойду Чиновник медленно одевается Путается в шубу И, пошатываясь, выходит на улицу Еще пятерых чиновников привезли Докладывает городовой Куда прикажете положить? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...